Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что до сих пор в госпиталях находится более 80 человек, пострадавших в результате столкновений возле Верховной Рады 31 августа. «До сих пор в стационарах находится 81 человек, один боец в крайне тяжелом состоянии», — сказал Аваков, выступая в четверг в Раде. Аваков также отметил, что есть достаточно оснований считать, что этот замысел заключается в том, что силами специально подготовленных групп организовать беспорядки под стенами украинского парламента и использовать их для маскировки главного удара — теракта. По словам Авакова, на сегодняшний день 22 лицам уже сообщено о подозрении в совершении массовых беспорядков и причинении сотрудникам правоохранительных органов телесных повреждений. «Еще против 10 правонарушителей сообщение о подозрении согласовано с Генпрокуратурой, безотлагательно будет решен вопрос об их объявлении и избрании фигурантом соответствующей меры причинения», — сказал Аваков. Верховная Рада по предложению президента 31 августа приняла в первом чтении проект изменений в Конституцию страны в части децентрализации. Рассмотрение проходило при заблокированной трибуне. После этого под парламентом начались столкновения, протестующие использовали бутылки с водой, палки и дымовые шашки. В результате беспорядков пострадали более 150 человек, погибли трое бойцов нацгвардии.